За последние сутки в республике было выявлено 88 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них большинство случаев 56 – это в городе Якутске. Также зарегистрированы случаи заболеваний в Мигино-Кангаласском районе – 14 случаев, в Татинском районе – 5 случаев, в Нюрбинском районе – 4, в Нюрнгринском районе – 3, в Хангаласском районе – 2. По одному случаю были зарегистрированы в Алданском, Кобяйском, Мирненском и Чуробчинском районах. В целом по республике продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией уже 3 недели. На этом фоне, с учетом сезонного роста заболеваемости ОРВИ среди школьников, главным государственным санитарным врачом республики было внесено предложение о переводе учащихся 5-8 классов общеобразовательных школ города Якутска на дистанционное обучение. Также было предложено ограничить групповые занятия в образовательных учреждениях дополнительного образования. Это танцевальные кружки, это групповые занятия спортом. В целом по республике хотелось бы отметить, что продолжается массовая иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Всего в республику поступило более 114 доз вакцины. На сегодняшний день использовано уже 90%. Первую прививку против коронавирусной инфекции получило более 103 тысяч населения. И вторую вакцинацию получило 57,5 тысяч граждан. Акцент делается на лиц старшего возраста, старше 65 лет. И таких лиц охвачено прививками уже более 25 тысяч граждан. Министерством здравоохранения увеличен коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией. И также увеличено количество ПЦР-тестирований. Всего за сутки проведено более 2 тысяч исследований, а в целом по республике более 1 миллиона. На этом фоне призываем всех граждан по-прежнему соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию, ношению масок, ограничить посещение массовых общественных мероприятий и избегать массовых мест. Также призываем всех граждан посетить прививочные пункты и записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции. Спасибо.